Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Когда-то я полюбил телеграммы и сам не понимал за что, теперь понимаю. Это была потенциальная любовь, сейчас она актуализируется. Ну то есть все в нем вроде хорошо, но вот такой хаос в чатах меня немного раздражал. За бесконечно обновляющимися каналами вниз уходили важные переписки и найти их потом было непросто, а закрепить наверху можно было только пять. Телеграм услышал стоны, внял им и сделал папки. Вот так теперь можно рассортировать чаты и сейчас я покажу как это делать на примере десктопной версии. Кстати, знаете ли вы, что перейти к последнему сообщению чата, если вы где-то посередине, можно просто кликнув на него в левом меню. Это я опять к тому, за что я люблю телеграмму. Первую папку нужно заводить из настроек, потом будет проще. В настройках нам нужны папки и просто добавить новую папку. Создать. Название. Например, мне нужны все чаты по работе. Добавляем. Пока не обращайте внимание на все эти контакты и неконтакты. Потом выбираем всех, кого нужно добавить, включая каналы. Можно искать вручную, можно воспользоваться поиском и сохранить, создать, что мы имеем. Вот такая у нас появилась панель. Все чаты, это все как раньше, в повалку. А вот папка работа, где собрано все, что касается работы. И в принципе этим можно было бы ограничиться. Сам факт, что вы можете раскидать переписку по разным группам, является самодостаточным. Но телеграмма этого мало. Кстати, управлять папками теперь можно отсюда, кликнув правой кнопкой мыши. Можно, например, кого-то исключить. А что такое исключенные чаты и зачем они нужны, если мы и так можем кого-то исключить? Сейчас покажу, создав новую папку. Создается она по кнопке ред. Скажем, я хочу собрать все каналы, на которые подписан. И тут выбираю даже не каналы, а, скажем, группы. Даже интересно посмотреть, в каких группах я состою. Ну и добавим еще предустановленную личную папку. Итак, в подписках у меня собраны все группы и более того, о чудо, я могу тут также закрепить чат наверху. Причем даже не 5, а не знаю, сколько я дошел до 10. А в личных у нас собраны только люди. То есть беседа 1 на 1. Как это сделано, вы уже понимаете. Выбираете категорию контакты и можно добавить еще не контакты. И там будут только люди. А что же с исключенными? Тут тоже разговор не про конкретные чаты, а про категории. То есть, например, если мы исключим прочитанные, то в папке будут оставаться только те группы, в которых есть непрочитанные сообщения. Если вы прочитаете сообщение, то группа отсюда дезавуируется до появления следующего непрочитанного сообщения. Собственно, что такое потенциальная любовь? Это предвкушение. Любить вроде еще не за что, но есть стойкое ощущение, что повод найдется. А актуальное это когда уже есть за что. И даже не пишите мне в комментариях, что это давно уже есть в WhatsApp или где-то еще. Не расстраивайте меня, пусть я останусь в иллюзии, что это придумали в Telegram. Пишите лучше какие-нибудь добрые комментарии, а еще подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ну и любите друг друга.